Эксперты, которые занимаются расследованием катастрофы самолета Когалым-Авиа над Синайским полуостровом, рассматривают все возможные версии крушения. По заявлению египетской стороны, к падению аэробуса 321 без сомнения привела техническая неполадка. В то же время руководство Когалым-Авиа такую возможность отвергает. Вспоминает супруга Сергея Трухачева, погибшего в Египте, второго пилота аэробуса. Он жаловался перед полетом, что техническое состояние самолета оставляло желать лучшего. Я считаю, что он сделал все возможное. Он выруливал, и если бы были бы шансы какие-то, я думаю, что он посадил самолет. Между тем, состояние тел нескольких пассажиров, погибших при крушении российского самолета в Египте, указывает на возможность взрыва в холстовой части лайнера перед падением. К таким выводам эксперты пришли, изучив характер ранений на телах пассажиров. В Санкт-Петербурге продолжается идентификация тел погибших.